Привет всем, друзья! С наступившим вас новым 2011 годом, любители потанцевать! Желаю вам в этом году здоровья, счастья, ну и, конечно же, научиться двигаться и найти себя в танце. Я уверен, вы съели много салатов в новогодний ночь, и самый вкусный был, конечно же, тот, в котором вы проснулись. Возможно, вы набрали пару лишних кило, и теперь нам нужно в ускоренном режиме сжигать калории. Сегодня наш выпуск будет посвящен поездке в город Челябинск на всероссийский танцевальный фестиваль Energy 2010. Вы увидите второй день фестиваля, различные мнения о тусовке и, конечно же, много танца. Одеваем шапки, кепки, кроссовки, шортики. Поехали! Привет всем! Вот и наступил второй день Energy 2010 в городе Челябинске. За моей спиной проходит отбор по брейкингу Крю на Крю. На этой Energy приехало более 50 команд со всей Российской Федерации, которые участвовали в брейкинг-контесте. На протяжении всего дня судьи из России, Украины и США определяли тех, кто будет биться в финале за звание самой лучшей команды на тусовке. По правилам фестиваля в каждой команде участвует от 4 до 10 человек. После многочисленных упорных битв в финальный день прошли две команды. Это команда Electro из Челябинска и команда NoSense, представляющая два города – Оренбург и Уфа. В прошлом году на Energy 2009 первое место заняла команда NoSense, которая билась с командой Factory из Санкт-Петербурга. Кто же станет первым на Energy 2010, вы узнаете в следующих выпусках передачи «Танцуй». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну вообще я лично очень ждал второго дня, хотел потанцевать в Крю на Крю один на один. В общем, когда пришли сюда, настигло большое разочарование. Во-первых, сцена очень маленькая, плохого качества. Потом начались проблемы с охранниками. Если сравнить Energy 2004 года и 2010, совсем все вообще, все по-разному. Раньше была андеграунд, атмосфера, зал, круги. А сейчас просто мы пришли в торговый комплекс, где даже нам не разрешают танцевать здесь. На полу, вот просто реально, слышать музыку и танцевать. А атмосфера никакая, собственно говоря. А так, ну как бы, мероприятия-то хорошие. Ну вот. Но последний год, конечно, они подкачали. Правда, здесь нет ничего. Жалко, конечно, что они в спортзале, либо в каком-нибудь другом месте, которое более приспособлено под такие мероприятия. Потому что сейчас мы себя чувствуем, на самом деле, как будто мы пришли за покупками, либо на какой-то показ мод. Ну, я пришел как будто в магазин за одеждой, а не на баттл. Каждая Energy как-то с каждым разом все как-то хуже и хуже становится. Теряется вот сама атмосфера фестиваля. То есть она превращается в более какую-то денежную. Ну и как-то нету вот той души, которая была раньше. Минус, я бы так сказал. Сразу же обращусь в камеру. Деньги, бибоям, тем более такие маленькие, не нужны. Запомните это. Плюсы здесь, ну не знаю, просто собрались. Все приехали. Ну да. Наверное, это единственный плюс в данный момент для меня. В принципе, спасибо. Все равно собрали, приехали. Я, конечно, ни в чем никого не обвиняю. Я понимаю, что это сложная организация. Но это не юбилей, в общем. Это далеко не юбилей. Все равно здорово, что они вообще организовываются. Здорово, что могут собраться и приехать. То есть это все равно им уважение. Просто охота, чтобы еще все соответствовало. То есть по времени и по четкости. Нам отсюда нужно будет съехать. По той причине, по которой я уже объяснял. В общем, несоблюдение мер таких вот приличия, возможно. Потому что разбрасывали сумки, танцевали, где не нужно. Далее продолжится все. Это безобразие. В космодельсе. Улица Камунный 100. Где и все, куда будет автопати далее. Это место, где мы проводили отбор по брейкингу, где все танцоры участвовали. Мы оттуда съехали. Администрация этого заведения, то есть торгово-развлекательный комплекс Горки, запретила проводить там танцы, потому что Би-Бой и Би-Герлс вели себя как-то неправильно. То есть разбрасывали вещи. Нельзя было танцевать на кафеле. Можно было бы танцевать только на сцене. И поэтому нас попросили переехать в вот это прекрасное заведение под названием Космоденс. Как вы видите, за моей спиной сейчас есть свадьба. Можно всем покричать «Горько! Горько!» И продолжение отборов будет в этом заведении. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С вами был Артур Хамиров До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok